В этом году наш город вновь примет Республиканский фестиваль национальных культур, уже одиннадцатый по счету. Организаторы готовят сюрпризы гостям праздника, готов предварительный план проведения фестиваля. Сценаристы предложили особенную концепцию одного из самых ярких мероприятий – традиционного шествия представителей национальных объединений. В этом году его тема связана с искусством. Идеей шествия станет презентация разных видов искусства, которые будут обогащены национальным колоритом и представлены разными национальностями. Например, музыку представят корейские барабаны, танец, классический русский балет, театральное искусство, демонстрация зрелищного представления с китайским драконом. В этом году участники нашествия могут передвигаться на лошадях, в кибитках и в других нестандартных видах транспорта. В результате парад должен получиться зрелищным и поддерживать тему года культуры. Среди других – новшеств проведение спортивных состязаний для национальных команд и фэшн-шоу, на котором продемонстрируют современные тенденции использования национальных традиций в повседневной одежде. Впервые запланирована выставка национальной утвари и другие мероприятия, которые организаторы пока держат в секрете. Коротко о новостях спорта. Сборная Беларуси стала бронзовым призером чемпионата Европы по индор-хоккею среди женских команд, который в эти выходные завершился в Минске. В матче за третье место белорусские со счетом 6-5 переиграли команду Германии, честь страны отстаивали и Гродненки. Мария Галиновская, Надежда Селицкая, Вероника Миконович, Юлия Курганская, Светлана Богушевич и Анна Лупач. А в финале сборная Нидерландов уверенно защитила титул чемпионов Европы, одолев во встрече за золотые медали команду Польши 6-2. По итогам континентального форума 6 сборных, в том числе и команда нашей страны, получили право на участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в Аргентине. На чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе первое общекомандное место завоевала команда нашего региона. Всего на счету нашей сборной 2 золота, 5 серебряных наград и 2 бронзовые. Имена призеров вы видите на своих экранах. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте. Оставайтесь с нами. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин